Елена Романчева одна из тех, кого сегодня называют эко-активистами. С осени прошлого года девушка консультирует людей в пунктах приема вторсырья и выступает в качестве волонтера акции вторсырье на благотворительность. Я с маленьким пакетиком пришла, начала смотреть, как это все происходит. И постепенно с перерывами возвращалась. Первые попавшиеся пакетики из-под хлеба, возможно, какие-то тюбики. Подходила ко всем, спрашивала, что, куда. Было много народа. Меня тогда, конечно, это очень впечатлило. Я замотивировалась, когда увидела, что люди реально горят этим. В Самаре ежедневно функционируют два центра приема на седьмой просеке и улице 22-го портьезда. А также несколько точек разворачивают на улицах города раз в месяц. В минувшую субботу работали 9 таких уличных пунктов. Если волонтеров собирается больше, то и количество адресов сборов вторсырья возрастает. Акции по приему в вторсырья проходят каждый месяц в первые выходные. На этот раз начали принимать и обычные магазинные чеки. Оказывается, их нужно правильно утилизировать. Мы не смогли пройти мимо и тоже решили поучаствовать. Отдельно сортируют не только магазинные чеки, но и транспортные билеты, отпечатанные на термобумаге, которая одновременно с обычной бумагой или картоном не идет в переработку. Весь мусор в пунктах приема разделяют по фракциям. Отдельно пластик, бумага и ткань, стекло и многое другое. Всего порядка 50 различных фракций и, соответственно, мешков и коробок, которые заранее подписаны, чтобы у горожан не возникало сомнений, куда и что складывать. Сдать можно весь хлам, который завалялся в доме. Здесь и зубные щетки, и ручки, и даже зонты. Это, безусловно, нужно. Это спасает нашу планету, в том числе от загрязнения мусорного. Сейчас существует множество видов переработки, и торсырье впоследствии может быть повторно использовано. И нет смысла производить новый пластик. В среднем на переработку вывозится 6-7 тонн в торсырья. Это результат только одной такой акции. За четыре года реализации проекта собрали более 330 тонн. Более половины из этого объема приходится на прошлый год. Всю выручку направляют на благотворительность. Помогают, например, детским организациям и приютам для животных. Кому направить средства выбирают сами жители города путем голосования в социальных сетях. Ежемесячно определяют троих победителей. За четыре года на благотворительные цели передано почти полтора миллиона рублей. Две трети этой суммы удалось собрать за прошлый год. Запрос все-таки на такую экологию, на то, чтобы не оставлять вот эти горы мусора после себя. Во-первых. Во-вторых, у общества есть запрос на благотворительность. Людям приятно делать доброе дело. Почти все собранное увозят не на полигоны, а на заводы по переработке. Часть данных вещей попадает на отдельные полки хранения. Книги, статуэтки и другие интересные предметы имеют шанс на вторую жизнь. Сортировка отходов становится неотъемлемой частью жизни современного человека, который заботится о состоянии окружающей среды. Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий. Такую инициативу поддерживает и Самара. В конце прошлого года для города было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Это стало возможно благодаря государственной поддержке и национальному проекту «Экология». Контейнеры установят на улицах города в этом году. Мария Левина, Константин Головин. События.